ребята всем привет это та самая альфа которая выиграла гонку у самолета из питера в москву но не без потерь но учитывая что она у нас оказалась естественно не без потерь напомню суть если кто-то не смотрел канал или стреколовского то была гонка между автомобилем поездом и легкомоторным самолетом на котором летел илья и эта машина у самолета выиграла самолет оказался на третьем месте но с абсаном конечно спорить было очень сложно однако есть один небольшой нюанс с абсаном она не смогла поспорить в основном потому что произошла досадная неприятная техническая неисправность и так мы примерно на середине дороги шуб у нас сухой мы проехали примерно полпути почти литр масла у нас и в общем то это по нашему профилю поэтому сейчас в этот чудо автомобиль будет устанавливаться новое сердце а старое мы разберем и посмотрим что же с ним произошло и почему а под капотом тут ребята совсем совсем непростой мотор это 3 и 2 литра впрысковой офигенный v6 от альфа ромео и все бы ничего но здесь добавлен небольшой колхоз он около заводской говорят что такие машины продавались дилером что это такая около заводская комплектация с компрессором здесь стоит приводной компрессор супер charger который нагнетает давление воздуха и делает в этом двигателе не те 260 лошадиных сил которые здесь идут с завода а 350 лошадиных сил делая эту машину уже полностью соответствующий своему невероятному облику а согласитесь ребята это самая красивая машина в свое время которая была сделана очень она мне нравится напишите обязательно в комментах кому тоже нравится альфа по-моему это просто божественный автомобиль невероятный стиль дизайн очень классная тачка неповторимый итальянский дизайн все-таки делает эту машину нереально стильным даже в 2023 кстати дополнительную интригу создает то что вся эта гонка спонсировалась компанией в м по авто и они налили свое масло в нее 10w 50 спортивная и мы сейчас скроем мотор и посмотрим как она там отработала и это очень интересно да альфа конечно кайфовая вот сразу чувствуется что сидел за рулем реальный спортсмен а по факту здесь сидел штатный гонщик компании в м по авто и посадка абсолютно гоночная очень вертикально стоит спинка круто короче расскажу вам вкратце какую информацию мне донесли что произошло с данным автомобилем процессе гонки на одной из заправок они стали проверять уровень масла обнаружили что масло в моторе нет ну точнее нет его на щупе долили доехали до следующей заправки масло снова ушло они еще долили и доливали масло довольно часто когда они доехали до цели был проведен замер компрессии в двигателе обнаружил что в одном из цилиндров компрессии очень сильно маловато а конкретно во всех цилиндрах было что-то около 12 а в одном 6 с половиной и учитывая что этот автомобиль оснащен не штатным нагнетателем соответственно не штатной прошивкой при том что двигатель исходно был атмосферным то у меня есть уже вполне внятная версия того что же случилось с двигателем поэтому давайте же мы не разбирая двигатель все-таки предположим на данном этапе можете поставить видео на паузу и написать что по вашему мнению произошло с агрегатом а я расскажу вам о том что с ним произошло в самом конце видео ну то есть я скажу сейчас но этот кусок мы вставим самый конец чтобы вы точно поняли что это не подтасовка я сейчас включу время на телефоне вот чтобы вы видели сейчас 1640 а сегодня даже я сейчас дату вот короче 12 октября 1640 видно для того чтобы сильно не заморачиваться с поиском и покупкой запчастей был приобретен вот такой вот замечательный контрактный двигатель от японского автомобиля у нас такого к сожалению не было поэтому пришлось поискать на авито и найти участника привезенный из японии несколько лет назад мотор я осмотрел двигатель принял решение что двигатель достаточно хорош и поэтому будет ставиться на автомобиль насколько мне известно стоимость двигателя составила около 150 тысяч я в сделке не участвовал меня попросили просто его посмотреть потому что наш интерес это конечно разобрать то двигатель который стоит сейчас на автомобиле двигатель абсолютно голый потому что продавец скрутил с него при мне практически все что можно было скрутить потому что у него почти такая же машина но правда у него брера а это 159 но по сути это одна и та же тачка по цилиндрам двигатель абсолютно в новом состоянии внутри очень чистый я надеюсь что ездить он будет долго и счастливо процессе разбора автомобиля выяснились некоторые пренеприятные нюансы в частности ремонт произведенный с двигателем который был до того как соответственно автомобиль попал к нам был выполнен не слишком качественно не очень тщательно был вымыт двигатель не прикрученные болты крепления коробки как последствии выяснится не только они был очень странно колхозно установлен компрессор ротрекс пайпы компрессора выполнены методикой сварки причем сварка это очень грубая вместо того чтобы делать гибы просто все это нарезалось и варилось по месту выглядит довольно уныло качество сварки тоже выглядит довольно уныло ну и самое печальное то что все эти пайпы друг об друга трутся со временем протираются и соответственно двигатель начинает сосать грязь с улицы помимо прочего сама сборка двигателя выглядит крайне похабно все на герметике даже там где просто прокладки бумажные все там герметик везде где он должен быть и где не должен быть наложен огромным слоем намазан как масло на хлеб поэтому довольно это все печально смотрелось сложно разбиралась еще более сложно собиралась потому что переломан крепеж отсутствовал некоторый крепеж вообще странно выглядели страшно все вот эти вот внедрения компрессора как такового в двигатель но тем не менее сам компрессор внедрен и работал хорошо единственный нюанс в том что данные модификации приводимые с двигателем естественно существенно снижают его ресурс в частности у этого автомобиля общий пробег по спидометров всего 190 с копейками тысяч хотя ресурс данного агрегата составляет глубоко за 600 и в общем-то если его не насиловать и вовремя обслуживать он очень долго и качественно ходит соответственно нужно за все платить в том числе и за вот эту вот безумную мощность а Двигатель, который мы установили на автомобиль, это не мы привезли в страну Это двигатель, который я ездил по просьбе клиента осматривать и выкупать участника Он лежал у человека в гараже несколько лет, человек занимался сборкой Альфа Ромео Брера Он свой двигатель чуть-чуть подогрел, у него начались какие-то проблемы, он купил этот Но поставить он его так и не поставил, починил по итогу свой А этот долго у него лежал, он жадничал, не хотел его продавать Потом вроде как решил всё-таки мотор продать Ну и таким образом этот двигатель оказался у нас Я провёл визуальный осмотр двигателя, вскрыл все свечки, провёл эндоскопическую диагностику двигателя Обнаружил, что цилиндры находятся в состоянии новых, вообще без износа Также оценили состояние агрегата внутри Никакого лака, кокса, нагара и прочих проблем там тоже не обнаружили Впоследствии был демонтирован поддон Посмотрели состояние по вкладышам, тоже всё великолепно Так что совершенно не зря мы занялись этим вопросом Получилось всё очень и очень хорошо Надеюсь, что клиент будет долго и счастливо кататься на этом агрегате Потому что тоже оказали ему посильное содействие в установке и подбору агрегата Возможно, будем также возить такие моторы впредь Потому что, конечно, хочется спасать такие великолепные экземпляры автомобилей, как Альфа 159 А теперь рубрика «Кстати» Небольшое лирическое отступление лично от меня, как человека, наблюдавшего за процессом замены И деталями этого потрясающего компрессор-кита Из того, что меня сразу удивило и вынудило обратить на себя внимание Это то, что между клапаном байпасным, который сбрасывает давление из впускного тракта и дроссельной заслонки Находится пластиковый расходомер, в который вставлен пластиковый датчик Или совсем маленький наддув, или это очень хороший крепкий пластик Почему его не разрывают при закрытии дроссельной заслонки, для меня секрет Также очень тесно скомпонованная пайпинг-система, которая между собой перетирается Где-то ее местами подмазывали резиновым герметиком, чтобы это перетиралось не так, либо не издавало неприятных шумов Места под капоткой мало, мотор большой, компрессор шикарный, и все это необходимо скомпоновать Но, как мы видели, это все даже вроде как и работает Итак, переходим к важному и ответственному мероприятию по поиску Куда же, собственно, пропала компрессия в одном из цилиндров этого замечательного агрегата Для начала окунемся немного в историю создания этого двигателя История создания двигателя настолько проста, что даже вот проще дальше некуда Есть такой автомобиль Chevrolet Captiva, он же Holden Captiva Он же Holden еще что-нибудь и еще что-нибудь И, короче, все вот на этой базе Он же Antara, он же вот это вот все Самый доступный кроссовер на сегодня Chevrolet Captiva, двигатель 3.2 Это он, ну, почти, плюс-минус Блок полностью идентичный Ход поршня, угол развала, сам по себе отливка блока Это все Chevrolet Captiva А вот головки сами сделала Alfa Romeo Alfa Romeo изменила и улучшила, по их мнению, конструкцию данного агрегата А именно здесь установлена система изменения фаз газораспределения Twin Phaser, так называемый, двойной фазер То есть на впуске и на выпуске стоит система изменения фаз Стоят фазовращатели Установлен непосредственный впрыск, который Alfa Romeo называет JTS Образошифровка этого обозначения, она примерно такая же, как у FSI И означает, что это непосредственный впрыск Короче, расшифровывается это как Jet Fuel Stichymetric Принцип работы ничем не отличается от других систем непосредственного впрыска Кроме как то, что все эти системы, они патентованы определенным производителем Поэтому каждая компания обходит этот патент и делает что-то чуть-чуть по-другому И получается у всех немножко по-разному, но по сути все то же самое Угол развала 60 градусов, двигатель очень простой, цепной механизм ГРМ, который требует регламентной замены Больше в этом двигателе нет ничего особенного Кроме как то, что здесь степень сжатия 11-25 к 1 Что, казалось бы, не очень хорошо подходит для установки дополнительных систем нагнетания воздуха То есть, казалось бы, хотелось бы, чтобы было поменьше, собственно, степени сжатия Но имеем, что имеем, и два фаза вращателя могут в этом вопросе очень неплохо помочь На низких оборотах с целью экономии топлива здесь применяется система LeanBurn Это означает, что двигатель может работать на обедненной смеси на режимах вплоть до полутора тысяч оборотов Если верить, конечно, Википедии Ну и, собственно, это обеспечивает довольно приятную топливную экономичность И также Alfa Romeo за счет всех этих систем поработали и над акустикой Потому что для автомобиля Alfa Romeo это автомобиль все-таки настроения Это автомобиль для души, для того, чтобы машина радовала, в том числе и звуком И поэтому вопрос именно звукового сопровождения очень влияет, естественно, на покупателей таких эмоциональных автомобилей, как Alfa Romeo Двигатель устанавливался на автомобиле Alfa Romeo 159, Brero и Spider И выпускался он с 2005 года, пока не был заменен двигателем от автомобиля Cadillac, который был объемом уже 3,6 литра, что произошло уже в десятых годах Приступим же к разбору данного агрегата и поиску компрессии в том цилиндре, в котором ее на данный момент нету Напомню, несмотря на то, что в одном из цилиндров компрессия потерялась, автомобиль все равно, несмотря на все трудности, страдания и прочее, доехал своим ходом до Москвы У него не загоралась лампочка давления масла, хотя масло, естественно, куда-то уходило полностью практически из картера и щуп был сухой Тем не менее, мы сейчас проверим две вещи Во-первых, куда делась компрессия и во-вторых, как отработало масло в МПАвто Итак, ребята, поскольку этот двигатель ехал на спортивном масле в МПАвто, то мы разыграем масло в МПАвто 5W40 и стеровое API SNCF У нас таких две канистры, еще две такие канистры есть в Питере, итого 4 будет победителя Которые напишут нам в комментариях, мы выберем рандомом, как называется, самое красивое Alfa Romeo в истории И это масло будет вашим Кстати, хорошее масло Обратите внимание, реально очень хорошее масло Мы были на производстве Там ПАО-база Там свой подобранный, правильно, пакет присадок Я, честно, этому маслу более чем доверяю Сразу хочется отметить, что данный двигатель уже разбирался и, вероятно, ремонтировался Причем, насколько серьезно он разбирался и ремонтировался, я пока сказать не могу Но могу сказать точно, что у данного двигателя не заводские, не оригинальные прокладки головок блока Что, в общем-то, не есть очень хорошо Также можно отметить довольно похабно наложенный везде герметик Вот здесь, вот тут, вот там, ну везде герметик торчит Так вот, нужно будет понять, является ли то, что данный двигатель разбирался И самый главный вопрос, который у меня возник, когда мы взяли двигатель уже разбирать Это, кто такой Костя? Итак, демонтируем клапанную крышку Проверяем, правильно ли стоят, как минимум, крышки Крышки стоят, вроде как, даже правильно Это впуск, это выпуск, это выпуск, это выпуск, это выпуск Вроде все правильно Надеюсь, что других, прямо откровенных косяков здесь нету Компрессия может не быть по нескольким причинам Это прогар клапана, загиб клапана, падение рокера и выкрашивание перегородок, конечно же Поэтому надо будет сейчас посмотреть, в первую очередь, на то, на месте ли рокера Здесь система Твинфизер, Твинфайзер, Твинфазер Цепь обычная, однорядная Соответственно, есть регламент ее замены Демонтируем вторую Так, снимаем вторую клапанную крышку Наблюдаем здесь систему вентиляции, интегрированную в крышку Наблюдаем, кстати, очень свежие прокладки клапанных крышек, мягенькие По-моему, не очень оригинальные, но это не так важно И что самое-самое главное, это мы наблюдаем выпускной распредвал На левой от меня сейчас голове С кулачком привода насоса высокого давления Который устанавливается на голову сзади Принципиальных отличий от конструкции BMW, Audi и так далее Я, честно говоря, не вижу Вроде как здесь все замечательно Трехкулачковый он толкатель Кстати, кто знает, почему он трехкулачковый, почему четырехкулачковый Расскажите, пожалуйста, будет мне очень сильно интересно Учитывая, что он, по сути, работает по технологии Common Rail То есть здесь нету как такового момента впрыска И это не привязано механически никак Но почему-то делается три, делается четыре кулачка Кто знает, почему, расскажите, пожалуйста Будет очень сильно интересно почитать Смотрим на состояние распределительных малов и мотора изнутри Здесь очень все чисто И, кстати, обратите внимание Вот здесь вот видно, что был лак на этих крышках И он начал смываться Такая вот интересная ситуация Интересно, заслуга ли это масла, которое было сюда налито В последние дни жизни данного агрегата Или же вот просто так совпало Но в целом двигатель внутри очень чистый Несмотря на то, что, как я уже говорил Автомобиль двигался с максимально разрешенной на трассе скоростью Всю дорогу И выиграл гонку у самолета Что, в общем-то, говорит о достаточно весомых нагрузках Для данного агрегата Так, с клапанами и крышками разобрались Проверяем, что у нас тут с рокерами На месте ли все рокеры И не высыпались ли из них иголки Что может быть и может служить причиной Собственно, отсутствия или падения компрессии Визуально рокера в нормальном состоянии И двигатель то ли отмывался, то ли он начал отмываться в процессе эксплуатации Масло в моторе чистое, оно прошло немного А вот здесь вот я вижу уже, что все-таки, наверное, это в процессе ремонта происходила ситуация с отмыванием Хотя точно вот сказать вам не могу Здесь одинарная пружина стоит Гидрокомпенсатор и роликовый толкатель На распредвалах имеются следы износа, но они незначительные Крышки распределительных валов, опять же, стоят все на своих местах Ну, что я могу сказать Как минимум, вот в этом проблем нет Снимаем переднюю крышку И смотрим на механизм ГРМ Который на данном моторе очень мало чем отличается от его ближайшего родственника Шевреля Коптива Ребята, а что-то тут ничего не затянуто болты вообще Что-то нихрена не закручено Что-то все как-то на соплях очень Какая-то херня А почему так? Почему так, нахуй? Здесь все прям вот кто-то прям Может быть я перехвалил автора Да, болты вообще не затянуты А ну-ка, давайте вообще сделаем вот так вот Вот так вот Вот так вот Вот так вот Прям вообще по беспределу, смотрите Берем четвертушку Офигеть, офигеть, офигеть Ты посмотри, а Ну надо же, а Он вообще не затянут Пацаны, вот это сборка, вот это уровень Оригинально Это какой-то позор А это что такое? Тоже интересный момент Это кто-то тут вот что-то как-то вот Не получилось, не фортануло Да, ну ладно, поддон как бы снимали Ну вот, окей Вот что так не затянуты-то все Слушай, а может снимали уже переднюю крышку? Может я нагоняю? Человек вообще все качественно сделал? Нет? Что там было с коробкой? Коробка была вообще не прикручена В момент когда машина не поступила Да то что? Да, коробка открученная полностью была Стоял он и поехал с открученной коробкой? Да, с открученной коробкой Расслабленным карданом Ничего себе Да, коробка там буквально чуть-чуть на... А это произошло, это просто халатность? Или это вот из-за эксплуатации? Да, эксплуатация такая Ну, влядь, из-за эксплуатации такая Офигеть Интересная история, ладно Возможно, они снимали, конечно, когда поддон Может быть, они ослабляли, хотя зачем? Там, в принципе, и так он снимается Зачем они тогда обратно ее прикрутили? Не, не может такого быть Короче, нифига, не снимали ее Она еле-еле отковырялась Здесь герметика столько, что Хватит на три мотора, мне кажется Прям очень много герметика Нам немножко тут мешает заломанный болт Прям самую малость он нам мешает Сейчас мы подковырнем То есть они его отломали И не досужились даже ничего с ним сделать Итак, короче, эти замечательные люди Они даже не удосужились ничего сделать С этим заломанным болтом Они просто забили на него писю Причем это болт с направляющей как раз Вот, ну, такое Герметика здесь от души Ну, типа, чтобы был Чтобы его было много Много, не мало Короче, убираем в стороночку данную Конь-струкцию Итак, обратим внимание на Опять же, конь-структив данного агрегата Очень интересная конструкция Которую мы с вами еще не видели Практически нигде Видим гордую надпись General Motors На корпусе масляного насоса Видим три цепи Одна из которых цепь Морзе И цепи на каждый из головок блока Однорядные, собственно, обыкновенные Закрытые Тут вот интересный тоже момент Для того, чтобы не пересекались Не нахлестывали цепи Там шестереночка внутри И снаружи Здесь стоит башмак Успокоительный Менялся ГРМ Комплект 17-го года Здесь вот есть значочек Что, в общем-то, правильно, наверное Возможно, и ремонт проводился Где-то плюс-минус тогда же Но мы этого пока не знаем Дальше здесь у нас два натяжителя И стоят они немножко необычно Один снайд с внутренней стороны Другой с наружной стороны Хотя это, естественно, логично Масляный насос здесь массивный Отдельный И две шестерни Вот здесь вот установлены Промежуточные Для того, чтобы вся конструкция работала Также у цепи Морзе Есть отдельно свой третий натяжитель Здесь три гидравлических натяжителя Соответственно, требования к расходу масла Очень-очень большие Ну как тебе, Макс, нравится? Да нехуй, что это такое, блядь? Не нравится? Мне тоже не нравится Давай разберем, посмотрим Такое ощущение, что вот они хотели Куда-то какой-то балансир всрать То ли не всрали То ли какая-то ерунда получилась, да? Нет, ну они пытались избежать Вот этого натяжителя А почему так? Потому что он, наверное, сильно нагруженный Ну, скорее всего Типа и помпу какую-то странную, блядь Ну помпа, как бы ладно Помпа, это помпа А вот это вот интересное, да? Причем такое сочетание цепей Именно в таком порядке тоже То есть они привод сделали Получается через колено Вот привод насоса у него идет Садится на колено И тут вот так вот сделали Причем привод насоса и промбаллов Посмотри, насколько мощнейшая цепь Да, да, я вот удивляюсь А нафига такая прям мощная Невероятно цепь здесь сделана Чтобы вот это все Она у тебя 4 распредвала крутит Одна цепь Ну, наверное Наверное, из-за этого Ну, то есть Здесь балансир это как бы Не вижу я чего-то балансира Может он есть, конечно, где-то там внизу А, подожди Так маслонасос никак не крутит, блядь Маслонасос крутит Он на валу сидит Маслонасос У него нет выносной шестерни Маслонасос надет на вал Вот, а что у него там с балансирами Сейчас поглядим Я, честно говоря, не знаю Разбираем, короче, ГРМ И смотрим, что там интересного Погнали Смотри, как интересно, Макс У них натяжители, поход, без стопоров Очень интересно Смотри-ка А натяжитель-то Не, он должен быть стопор Но что-то я его не наблюдаю Что-то у него какой-то стопор-то унылый Смотри, она Она некрасивая А, вот у него как стопор сделан Ну, тоже дело Прикольно Блин, офигеть вообще Смотри, какая крепкая штука Вот это подшипники Вот это здорово Вот это шпонка Видал, какая шпонка? Вот это вот серьезно, да Это интересная конструкция, конечно Так, ладно Масляный насос демонтирован Вот он, собственно, весь Вот это вот эти, кстати, интересного Восемнадцатый год Я думал, что эта машина старше Может быть, действительно Здесь не менено и ничего Очень интересно Сейчас разберем масляный насос Посмотрим его состояние Учитывая, что мотор испытывал масляное голодание Возможно, тут могут быть какие-то Но Хотя крутится он хорошо Сейчас все это раздербаним И поглядим Разбираем масляный насос И смотрим на то Что у нас там случилось Потому что масло уходило Как я уже сказал До сухого щупа Ну, нюансы, конечно Какие-то небольшие тут имеются Но, опять же Мотор ремонтировался В какой момент эти нюансы Заимели место Вопрос очень сложный Кстати, насос очень толстый Прямо Прямо Очень толстый насос Есть незначительные Какие-то тут следы выработки Вот Опять же Непонятно В какой момент они случились Вот Масло, кстати Отработало Ну, ура Слушайте Ну, чисто В целом Мотор реально очень чистый Здесь все хорошо Но выработка есть Ну, не заклинило И на этом ему спасибо Будем смотреть Что там дальше Но Насос, конечно Стоило бы поменять Если дальше этот мотор эксплуатировать Вопрос Кто ремонтировал этот мотор Как и зачем Итак, осмотрим Что у нас с крышками Распредвала Напомню Мотор уже разбирался Да На всех крышках Есть небольшие царапины Ну Честно сказать На скорость и безопасность Это все не влияет Но Это чаще всего Свидетельствует По следам Грязной сборки То есть Когда в мотор Кто-то залезает Но не отмывает Достаточно Все Хорошо И потом На выходе Получает вот такой вот Не очень хороший результат То есть Видите Как бы Я когда говорил о том Что с двигателем Скорее всего Произошла ситуация С выкрашиванием Перегородки Я был на тот момент Информирован Что двигатель не ремонтировался Однако Сейчас мы видим Что двигатель Ремонтировался И абсолютно Очевидно Что Качество данного Ремонта Было не идеальным Здесь можно Опять же Увидеть грязь Которая Видимо Попалась сюда В процессе Ремонтных работ Потому что Это не является Следами износа Это именно Следы Сборки Слушайте Масло прям Прям масло масляное Смотрим Что у нас С рокерами С рокерами У нас все нормально Так Сейчас будем Демонтировать Головки блока А перед этим Сейчас снимаем Со второй Головки Крышки И картина В общем-то Примерно Такая же То есть Везде Следы Попадания Каких-то Мелких Вкраплений Я предполагаю Что Сборка данного Двигателя Была Не очень-то И хорошо Выполнена Кто ее делал К сожалению Я не знаю Возможно Это делал Костя Если это делал Костя То Костя Собственно Напутственный Совет Собирать двигатели Более Внимательно В плане Чистоты Сборки Это очень важно Нужно обязательно Двигатель Тщательно Отмывать Готовить Все детали К установке И В таком случае Будет Результат Более стабилен Конструкция головок Блока Классическая Здесь вообще Ничего Инновационного Нету Рокера Тоже Все Вот прям Все классика Все очень привычно И выглядит Абсолютно Практически Идентично С другими Похожими Моторами Соответственно Здесь все Практически То же самое Единственное Отличие Здесь у нас По механизму Изменения Фаз Которые Как я уже говорил Каждая компания Затачивает Под себя Равно как и Механизм Впрыска Топлива Демонтируем Чтобы не попадали Рокеры у нас Все рокеры Были на месте Все рокеры Целые То есть Дело было Все таки Скорее всего Не в клапанах По крайней мере Ни один рокер Не упал Клапаны Не подвисли Хотя можно было Ожидать такой исход Учитывая Что машина Опять же Двигалась На максимально Допустимой скорости То есть Обороты были Ого-го Смотрим дальше Много Очень герметика Везде Все очень Некрасиво В развале блока Кстати Обратите внимание Потекла Заглушка Что могло Приводить К каким-то Нехорошим Последствиям Вследствие Утечки Антифриза И сейчас Мы откручиваем Головки блока Для того Чтобы посмотреть Уже Что у нас В цилиндрах Пока что Я вижу Масло Работало Штатно Сборка Была Грязной О как А здесь А здесь Не закручено Ни хрена И здесь Ничего Не закручено Молодцы Хорошо Собирали Итак Снимаем Головочку Как интересно Головка Снималась Но не Фрезеровалась Походу Очень похоже Это все На заводское Состояние Головы Все грязненько Как обычно На непосредственном Впрыске Очень интересно Давайте снимем Вторую головочку Прям очень Загадочно Прям ничего Очевидного Сразу не вижу Снимаю вторую Давайте смотреть На вторую И тоже все Практически нормально А куда у нас Делать компрессия Давайте ее искать Пока непонятно Если мы не найдем Компрессию Сбежавшую По поршневой То пойдем Искать ее По ГБЦ Посмотрим Какое у нас Есть разрежение Но пока что Пока что Даже несмотря На такую Чудовищную сборку Здесь все Очень даже Неплохо Касаемо Того Почему я решил Что двигатель Разбирался Ну например Вот поэтому Это абсолютно точно Не оригинальная прокладка А блок то крепкий Смотрите Закрытая палуба Можно нормально Так туда дуть Поршни Абсолютно Стандартно Имеют вид Для непосредственного Впрыска Ну и давайте же Поглядим На них есть маркировка Право-лево Право Это соответственно Лево Право и лево Поршни Поршни разные Есть следы Того Что масло Уходило Есть следы Износа Но Что-то я пока Не вижу Предполагаемых Мной Повреждений А я ожидал Что здесь Лопнула Перегородка Но пока Я не вижу Явных Каких-то Следов Да Мотор Определенно Изношен Вот Но это Не мешало Его работе Обязательно Сейчас Тест на Пошатайку Обязательно Чуть не забыл Друзья Это самый важный Момент Тест на Пошатайку Ну Тест нормально Проходит Пошатайка Годится Продолжаем Мероприятие Снимаем Собственно Поршневую Коленчатый вал У нас осталось Не так Чтобы очень много Чего надо Демонтировать Сейчас мы Как раз Это и Снимем Но Пока нет Очевидного Решения Нету Понимания Почему же Так Произошло И поэтому Все так Произошло Боже мой Это же безумно Дорогая Хрень Прямо Чудовищно Дорогая А она 2007 Года Какой-то Парадокс Почему так Ладно Разбираем Далее Так А вот Низ Походу Никто не Разбирал Тут и Момент Затяжки Правильный Внешние Болты Затянуты Меньше Чем Внутренние И Затяжка Везде Равномерная Кстати По поводу Того И коленвала Соответственно Боковые крепления Нивелируют Эти смещения И делают Такой блок Очень жестким При полной сборке С установкой постели Блок Соответственно Алюминиевый Постель Стальная Здесь все По классике И кстати Блок Реально Может держать Достаточно Серьезные Нагрузки И В принципе То есть Получается Что Установка Компрессора На этот мотор Вполне Себе Оправдана Колено Кстати Вообще Тут По низу Тут вообще Все очень Чисто Снимаем И что Мы видим А ничего Хорошего Мы не видим Вкладыши Все-таки Дерануло И это Уже Не следы Грязной Сборки А это Следы Масляного Голодания Но Кстати Вот несмотря На масляное Голодание Не вертануло Нигде Ничего Не вертануло Но задрало Смотрим Дальше Тоже Дерануло Но не задрало Такая же история Да По вкладышам Тут конечно Вопросики имеются Далее Снимаем Остальные крышки Демонтируем Да Везде Одна и та же история Везде Все одно и то же Илья Сергеевич Иди сюда Смотри Какая история Все подрало Но не до конца Но не сильно подрало Но чуть-чуть подрало Прикинь Какая стоевина Да Здесь все Дерануло Но удивительно Что они доехали Кстати Это прям Просто удивительная История Что Несмотря Вот Очень на тоненького Это все было Но не вертануло То есть прихватило Но не вертануло Прям такое невероятное Нечеловеческое везение На таких нагрузках На таких нагрузках Масловый МПА Не исключено Не Вообще В принципе Что масло Было Нормальное Это очень сильно Помогло В этой ситуации На таких нагрузках Там не нужна пленка Там нужно Охренительное давление Да Все шеи Подранные Но все выжило Ничего не провернуло Так Демонтируем коленчатый вал И смотрим На его состояние А состояние Кстати Очень даже Вполне Но я думаю Что под ремонт Это все Прекрасно Сойдет Ну то есть Если есть под него Ремонтные вкладыши Конечно В чем я сомневаюсь Так Верхние вкладыши Естественно Пострадали Больше Вот здесь Прям уже Очень близко Было Да и здесь Тоже Но Ребята Я хочу сказать Что мотор Отмылся Причем Довольно Сильно Отмылся Вот здесь Вот был Кокс Такой Вот нормальный Уже Лака Было Дофига А низ Не разбирали И мотор Реально Отмылся Вот это Интересная История Видно в чем В чем же Конкретно Была проблема Данного Агрегата Сейчас Определяем Причины Мы видим Какой у нас Зазор Так Начинаем Значит у нас Ноль Так Зазор В рабочей Оси У нас Получается Семь соток Давайте посмотрим В верхней Мертвой Точке Самый большой То же самое Но здесь До восьми Приблизительно Получается Так А внизу Там где не работало Шесть соток Даже пять соток То есть Две сотки У нас Идет Конусочек Давайте посмотрим Там где не рабочая зона Семь соток Семь соток Ровненький Цилиндр Но зазор у нас От нуля До Так как мы Настраивали От поршня То у нас Максимальный Восемь соток Зазор Это уже зазор Между юбкой Поршня И цилиндром Вот здесь Восемь соток Восемь соток В основной Рабочей зоне Семь соток Посмотрим Ту сторону Аналогично Восемь соток Семь Семь Восемь соток Равномерненько Износился он Многовато Так Посмотрим Что у нас Творится В перпендикулярной Плоскости Пять соток То есть Элипс уже У нас В верхней мертвой точке У нас уже Две Три сотки И Взяли Под девяносто градусов Посмотрели В этой же зоне Восемь соток Все очень Но здесь Уже семь соток Значит у него Приблизительно В сотку Геометрия вся Но Зазор уже большой Зазор у нас До восьми соток Так Теперь надо посмотреть Что у нас Делается с кольцами Проверяем По компрессионным Кольцам Так Берем Находим Наши компрессионные Кольца Так Вот оно Верхнее кольцо Стальное А вот Скребочек У нас Вот скребочек Вот два компрессионных Кольца Верхних Это верхнее Это второе кольцо Посмотрим Какой зазор В замках будет Так Поставили И так Поставили Все Как положено Скребком вниз Теперь Выровняем их Сейчас мы Вставим колечко Чтобы было Ровненько Вот верхнее колечко Мы поставим Чтобы Оно нам Выровняло Все Как положено И оно Параллельно Нам сделает Опускание Кольца Оп Сделали Смотрим Зазоры В замке Сейчас Одну минуту Выбираем Четыре десятки Для начала Проверяем Какой у нас Будет Зазор В замке Колец Вот ровненько Опускаем Провалилось 0.45 Оп То же самое Что-то многовато Будет Так Это у нас Сколько 0.5 Оп 0.5 Тоже провалилось Это много Много Это уже много Ну давай Тогда Еще Возьмем Десятку Это уже все А Это верхняя Верхняя Где у нас 0.2 Две десятки Две десятки Четыре десятки Ну здесь И даже Вот Закусило Нет Ну это уже Все Это уже Не лезет Это не лезет Так Уже У нас Не полезло 0.6 Ну Значит 0.55 У нас Это Однозначно Так Поехали Теперь Посмотрим Как у нас Будет По Скрипку Скрипочек Наденем Там Где он Работает Никогда Не надевайте Кольца Пальцами Для этого Есть Специальные Клещи Ну в связи с тем Что у нас Это уже Отыгранная Вещь То Можно допустить И опускаем Ровненько Чтобы понимать Что у нас Творится Начинаем проверять Так же Начинаем С четырех Десяток Опа Четыре десятки Провалились Безболезненно Опускаем Пять Пять тоже Провалились Совершенно Легко Ну Давайте 0.6 И 0.6 Провалилась Как тут И не было Ну 0.7 Тогда Ну Закусывает Но не берет Ну Закусила Вот Немножко Закусила Ну 0.65 Как делать Нечего Значит Зазоры Повышенные И Чего был такой Огромный расход Огромный расход Масла Бывает из-за Того Что у нас Повышается Давление Картерных Газов И вместе С картерными Газами Из картер Масло гонит Вопустная коллега Какие у нас Выводы Износился Двигатель Умер От старости Все Когда Откончается Долго Жил И славно Умер Опять же Тот же Самый день То же Самое Время Конец Видео Ребята Мое Предположение Что На больших Оборотах Пошла Детонация Выкрашила Перегородку После чего Соответственно Пошло Избыточное Давление В картер Выдавило Масло Через Вентиляцию И поэтому Собственно Нет компрессии В одном цилиндре Просто потому Что Там Лопнула Перегородка Не знаю Угадал я Или нет Как вы думаете А нет Это же Нельзя сказать Это же Вы уже Все посмотрели Прикиньте Магия монтажа Какая Ну что ж Ребят Оказалось Что Вот так Визуально Определить Неисправность Не всегда Бывает Возможным Чисто Визуально Ну Да Есть Небольшой Износ По цилиндрам Вроде Поршни Сильно Не болтаются Вроде Все нормально А набежало Целых Восемь сотых Зазора В кольцах Зазор Больше Шести Десяток Ну то есть Какая Получилась Ситуация Поскольку Двигатель С наддувом Соответственно Все это Избыточное Давление Вместо Того Чтобы Нормально Отражаться На увеличении Мощности И давать Больший Приток Лошадиных Сил Колесам Оно Просто Стравливалось Через Увеличенные Зазоры В картер Стравливаясь В картер Оно Создавало Избыточное Давление Перегружая Систему Маслоотделения То есть Вентиляции Картера Соответственно Масло Просто Вылетало В выхлоп Ну Попадало В цилиндры И соответственно Вылетало Наружу Таким образом Он выгнал Уровень Масла Довольно Быстро И естественно Была И ощутимая Потеря Мощности Также Помимо Такой Весомой Потери Мощности А я напомню Здесь Очень высокая Степень Сжатия Благодаря Тому Что это Непосредственный Впрыск Плюс Этот мотор Исходно Без наддува Плюс Соответственно Надув Соответственно Давление В картере Было Прям От души Естественно Это привело Потери Мощности В одном Из цилиндров Сказали Что была Компрессия Порядка 6 или 8 Я предполагаю Что это Просто С течением Обстоятельств И скорее всего Просто Сошлись Замки На кольцах В процессе работы Кольца Вращаются В цилиндре И В какой-то момент Они могут Сойтись Замками Это просто Рандомная Случайность Дальше При работе Они разбегаются То есть Ну просто Так получилось При замере Ну или Замер был Не очень точным И мое Первоначальное Предположение Оказалось Неверным Так что Ребята Видите И на старуху Бывает Как говорится Нюанс Но Что же делать По итогу По итогу Главное Что Хозяин машины Доволен Что я хотел сказать Установка Нештатной Системы Наддува Привела К избыточной Нагрузке На двигатель Который Он не рассчитан Соответственно Это привело К тому Что Во-первых Машина Стала Охренительной Мощной Быстрой Динамичной И все Очень здорово Но Ресурс У нее Драматически Скатился К минимуму Она на таком Конфиге Проехала Не то чтобы Дофига Мягко говоря Вместо своих Там 500-600 тысяч Которые Потенциально Этот двигатель Может выходить Она выходила Какие-то там 100 с копейками Тысяч Километров Что В общем-то Маловато Для такого Качественного Хорошего мотора Поэтому Друзья Если вы Занимаетесь Тюнингом Вы должны знать Что ваш двигатель Превращается В расходник И тут Вам на помощь Приходим Мы Потому что В компании Ходосавто Ссылочка Есть в описании Сайт Ходосавто Точка Ру Есть В данный момент Более 600 агрегатов На любой вкус Так что Звоните Пишите Телеграфируйте Телефоны Есть Прямо на сайте Ну и в описании К ролику Спасибо Что посмотрели Это видео Как всегда Дизлайк Отписка Все как вы любите Очень рад Что вы его Досмотрели До этого места Нам Это очень важно Если вы Оставите комментарий По поводу того Как нравится вам Такой контент Или нет Будет очень здорово Спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok